Добрый вечер. Сегодняшнее наше видео будет посвящено работе в Autodesk Inventor и мы будем проектировать измеритель. Но сначала некоторые вступления. Наверное, многие сразу скажут, фу, он снимает монитор с камеры, а не делает записи монитора. Объясню, чем это обусловлено. Autodesk Inventor я и сам начал изучать довольно недавно. И единственное, зачем он мне нужен, проектирование 3D-чертежей и создание стейлфайлов для распечатывания на 3D-принтере. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы учиться работе именно в Autodesk Inventor, для этого есть достаточное количество на YouTube обучающих видео. Советую посмотреть их. Здесь я буду пытаться, если это тому, это будет интересно. Надеюсь, это будет для кого-то поучительно объяснять и рассказывать именно принципы инженерного подхода, инженерной мысли. Надеюсь, кто-то что-то сможет у меня полезного почерпнуть. Поэтому мне надо будет показывать многое руками. Возможно, что-то рисовать, что-то чертить. И удобнее будет снимать это с камеры, чтобы, соответственно, это все было видно. Значит так, непосредственно сегодня мы будем пробовать делать измеритель. Дело в том, что я проектирую робота. Робот имеет довольно большие размеры и приходится измерять или размечать достаточно большие вещи, которые, с одной стороны, линейка не обеспечивает измерения с достаточной точностью, а с другой стороны, штангер-циркуль. Вот, допустим, у меня есть цифровой штангер-циркуль имеет длину всего лишь 150 миллиметров, а, соответственно, если надо измерять полметра, то мы им не сможем построить. То есть его точность в штангер-циркуле достаточно, но его размеры не позволяют измерять такие расстояния. Поэтому мы будем делать приспособ-измеритель. Что он будет из себя представлять? Он будет из себя представлять за основу уголок, на которой будут сделаны две передвигающиеся фишки, которые будут закрепляться винтом. Соответственно, с помощью них можно будет выставить и измерить какое-то расстояние, а потом либо замерить его, либо отложить его хотя бы в другом месте, точно такое же. Значит, соответственно, мы будем проектировать эти самые двигающиеся фишки, аналогичные тем, что есть на штангер-циркуле. И потом они будут распечатаны на 3D принтере и, соответственно, таким образом изготовим нам измеритель. Начнем. Начнем с боковой проекции, то есть той, которая будет смотреться отсюда, с торца уголка. Начнем мы рисовать. Наш уголок имеет толщину 1 миллиметр и угол сантиметра на сантиметр. Соответственно, начнем с этого. Берем, выбираем отрезок и рисуем. Так, он сантиметр, сделаем больше, сделаем, ну, скажем, 14 миллиметров в высоту. Вводим. Так, и попробуем сейчас сделать первую его проекцию. Значит, длину делаем. Длину сделаем, допустим, ну, скажем, ну, пусть это будет 4 сантиметра. Соответственно, это 40 миллиметров. Ну, и замыкаем контур, соединяем. Теперь нам нужно сделать в нем паз, куда будет вставляться непосредственно сам уголок. Ставим точку. Отступаем этой точкой по миллиметру от обоих граней. Или давайте даже лучше сделаем, наверное, 2 миллиметра, чтобы была больше жесткость. Так, вот у нас точка, которая удалена от обоих стенок на 2 миллиметра. И рисуем теперь уголок в форму паза для уголка. Значит, замеряем стенки нашего уголка, толщину нашего уголка. Надеюсь, что-то будет видно. Меряем в одном месте 1,06. В другой месте 0,98. В другой месте 0,96. 0,99. Ровно миллиметр. Ну, в общем, около миллиметра. Но мы, соответственно, должны будем сделать некоторые допуски. Это не будет страшно, если он будет немного болтаться. Так как после измерения у нас будет затягивающийся вид, при помощи которого мы будем надежно фиксировать. Так, меряем высоту ребра. Высота он показывает здесь 12 миллиметров, 12,1, 12,6. Значит, давайте сделаем 13 миллиметров. 13 миллиметров ширина пусть будет, возьмем, 1,2 миллиметра. Пока делаем прикидочно, потом размерами сдадим все точно. Значит, вот такой вот у нас эскиз кривоватый получился. Теперь начинаем его преобразовывать во что-то нормальное. Расставляем все размеры. Значит, этот размер тоже будет 1,2. Вот, давайте возьмем 12,2. Ну да, пусть будет 12,2. И, соответственно, этот размер тоже 12,2. Вот так вот видим, что у нас ничего не получилось. Соответственно, вот этот размер надо увеличить, так как вышел за пределы. Увеличиваем его до, ну, скажем, 18 миллиметров. Вот так. Теперь наш внутренний паз вписывается в габариты внешнего. Ну, в общем-то, это, наверное, и все. Теперь применяем этот эскиз. И делаем выдавливание. Выдавливание сделаем вверх. И сделаем его ширину 25 миллиметров. Для того, чтобы, чем он будет шире, тем он будет меньше лифтить на уголке. И, соответственно, будет более параллельно передвигаться. Делаем 25 миллиметров. Ну, типа почти дюйм. Чуть больше дюйма. Вот мы получили такое тело. Видно, что у него есть паз, вырез. Вот так вот. Проверим еще раз эскиз. 12,2. 12,2. Проверяем. 12. 12,4. Извините, 12,04. Клощина стенок мы заложили 1,2. Проверяем. Один. То есть, должно с небольшим допуском входить. Без лишнего люфта, но и не совсем впритык. Хорошо принять. Теперь нам надо сделать иглу. Нам надо сделать вырез. Потому что, ну, зачем использовать лишний материал, это увеличит время печатания на принтере и не придаст нам ни жесткости, ничего. И надо здесь сделать выемку под крепление гайки и винта, которым будет это все дело затягиваться. Давайте сначала сделаем вырез. Выбираем плоскость для нового эскиза. Нижнюю плоскость. Создаем на ней эскиз. Создать эскиз. С такой видом будет нам, наверное, легче. Значит, где-то примерно отсюда будем делать снаугол. Вот так, вот так. Вот так, вот так и вот так. Создадим размеры кончика иглы. Так, у нас нашли, похоже, лишние грани, которые нам не нужны. Зададим размер, пусть это будет 1 миллиметр. Вот так, вроде бы. Посмотрим, что из этого получится. Премиум эскиз. Делаем выдавливание. Выдавливание в другую сторону и выдавливание с вычитанием. Так. Нет, выдавливание с вычитанием всем не то. Пересечение. Вот пересечение улучшенного подхода. Посмотрим, что у нас получается. Получается вот такая вот штука. Соответственно, сюда будет вставляться уголок, а здесь будет производиться измерение. Она будет, дабы, двигаться вдоль уголка. Вот эта часть материала нам тоже не нужна. Поэтому опять делаем эскиз. Выбираем. Как бы и лучше выбрать эту грань внутреннюю. Вот, эту грань внутреннюю выбираем. И на ней мы сделаем эскиз, наверное, вот так. Хотя нет, даже, наверное, обойдемся без эскиза. Попробуем просто сделать пролепипед. Выберите плоскость для основания вот эту. Вскажите центр. Ну, как я говорил, я только начинаю осваивать эту программу, поэтому извините. Нет, все-таки лучше сделать с эскизом. Так будет надежнее. Выбираем опять эту плоскость. И на ней нам надо сделать эскиз прямоугольник, допустим. Пусть это будет. Как мы можем сдать прямоугольник? Попробуем его сдать по трем точкам. Одна точка будет вот здесь. Вторая точка вот здесь. Отступим небольшое, оставим небольшое расстояние, для того, чтобы здесь было ребро жесткости. Значит, если вся длина у нас, допустим, 24,5, пусть это ребро будет 2 мм, соответственно, это будет 23, 22,5. Вот так. Принять эскиз. Сделаем для него выдавливание. В другую сторону. Выдавливание больше. Тут можно глазок от руки задать. Выдавливание. Так, вот мы получили, что здесь надо будет отредактировать эскиз еще, чтобы вот этой грани не было. Редактировать эскиз. Так, не только эскиз. Редактировать эскиз. Что-то у нас не получается, непонятно почему. Кстати, почему у нас нет нижней, тоже это неправильно, она бы нам пригодилась. Будем разбираться. Как я говорил, это необычающее видео. По инвентуру я сам в нем разбираюсь. Так что запаситесь терпением. Кто-то может попкорном запастись и смотреть за кучей моих файлов. Пор NC. Проложение. Проложение. Продолжение следует... 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 Ну пусть это будет 4 мм. И с другой стороны рисуем такую же штуку. И так же отступаем 4 мм. Вот так. Вниз тоже пусть это будет... Нет, вниз нам нужно больше, так как она будет стоять ребром. Смотрим. Хотя нет, похоже, 4 мм нам тоже подойдет. Выдайте, надо все-таки уменьшить. Сделаем все-таки 3,6. 3,6. 3,6. 3,6. 3,6. Ниже делаем отрезок на расстоянии 4 мм. 4 мм. Продлеваем это до пересечения. И делаем отсечение, делаем обрезание. Раз, раз, раз и раз. Продлеваем вверх до пересечения. Так. И делаем теперь внешний контур. Внешний контур. Восемь. 2 мм. Ну, скажем так. Так. Размеры. Отсюда до сюда. 2. Вот что я не понимаю в инвентаре, это зависимости, пока я их не освоил, с ней надо бы разобраться, потому что иногда это очень сильно мешает. То есть гайка у нас будет вложена вот так вот сверху и останется вот здесь, ребром кверху, и не будет прокручивать, за счет того, что и внешние стены, стенки будут упираться об эти грани. Принимаем такой эскиз и делаем его выдавливанием. Выдавливание сюда. Так, меряем толщину гайки. 3,1, 3,1, 3,11. Ну, так как тут нам болтаться она не особо должна, пусть будет 3,3. 3,3. Так, и чтобы она не выпадала, теперь нам надо ее закрыть. Соответственно, опять делаем эскиз уже на этой грани. Ковера будет это все дело закрывать. Это будет прямоугольник. Прямоугольник, покрем точку. Вот так. Коверная эскиз. Выдавливание. Так, выдавливание. Вот так, вот так. Так, опять легкий файл терпим. Опять редактируем этот наш неудачный эскиз. Можно убрать вот так. Выдавливание его вот так. Точнее сделаем давайте 2 или 2. Так, огнем нам нужно отверстие соосное с тем отверстием подвиг. Находим где-то у нас 100 отверстий было. Выдавливание. Редактируем выдавливание. Делаем его в обе стороны с вычитанием. Что у нас не получилось. Вычитание в обе стороны. По идее. Окей. Что-то у нас не получилось. Да ладно. Вернемся к этому эскизу. И сделаем в нем тоже соответствующее отверстие. И оно у нас эпически не появилось. Так, ладно. Сдаваться мы не будем. Искать простых путей тоже. Делаем еще одно отверстие. Убирать для девочек младшего возраста. Найдите дырочку. Не приходит. После определенных мучений я закончил такие детали. Так как нам нужно будет сделать две фишки, соответственно, я сделаю зеркальное отражение. Посмотрим, что у нас получилось. Дальше здесь будет вставляться винт. Сюда мы вложим гайку. Сюда будет вставляться уголок. Вот получилось у нас такое изделие. Теперь нам нужно подготовить его для печати на 3D-принтере. Для этого нам нужно сначала получить STL-файл. Делаем экспорт. Выбираем STL-файл. Нажимаем Сохранить. Далее открываем программу репликатора для подготовки файла команд для 3D-принтера. Открываем наш файл. Теперь нам надо положить его на плоскость нашего 3D-принтера. Сначала сделаем Move. Потом Platform Center. Теперь надо сделать Rotate. Поворачиваем его. Так. Вот он в нужной плоскости, но выше. Опять делаем Потом Platform Center. Смотрим. Вот у нас получились две детали. Теперь нам надо сгенерировать. Сохраняем, сгенерируем. Файл. Так как эта деталь не будет нести на себе нагрузку, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки для измерителей нужна некоторая прочность. Прочность сделаем заполнение 8, 8% заполнения. Все остальное, в общем-то, оставляем так. Правый экструдер. Печататься это будет из пола пластика. Правый экструдер. Вроде бы все правильно. Поддержка здесь не нужна. Сгенерируем код. Этот процесс займет некоторое время. Пока скажу про это. Так как непосредственно этот макрос, который генерирует код, который я использую, написан на Python, поэтому он занимает просто уйму времени. Я пробовал другой макрос, который написан, наверное, на силе, на чем-то более человеческом, чем Python. И он делает ту же работу. Допустим, он делает за 30 секунд то, что вот этот макрос делает за минут за 10. Потому что это Python, это скриптовый язык. Тут ничего не поделаешь. Мы будем ждать результата его работы. И потом я отпечатаю эту деталь и покажу вам результат. Начал изготовление своего измерителя. Можно его видеть. Печать на 3D принтере этих деталей заняла около 50-55 минут. И вот, соответственно, что у нас получилось. Можно посмотреть. Измеритель. Фишки измерителя. Вот здесь помещены гайки и прижимные винты. Все, как мы и планировали. Значит, соответственно, чтобы им пользоваться, мы их выставляем на необходимое нам расстояние. Что-то измеряем. Фиксируем их. И, соответственно, мы можем либо перенести этот размер в другое место, либо, приложив его к линейке, измерить. Значит, винты фиксируют эти наши уголки достаточно надежно. Вот я от руки закручиваю винт. И прилагаю достаточно сильные усилия, ведь даже моя рука скользит. Все равно не могу его сдвинуть. То есть фиксация производится очень надежно. Почему я выбрал для основания своего измерителя уголок, а не сразу линейку? В принципе, можно было бы сделать точно так же здесь прорезь под линейку и двигать их сразу по линейке, таким образом сразу получая, измеряя расстояние. Причина этого состоит в том, что уголок, за счет того, что он уголок, имеет гораздо большую жесткость как на кручение, так и на изгиб, чем у этой линейки. Также по поводу материала линейки. Вот мне не совсем это понятно. Здесь указано, наверное, не будет видно, но я прочитаю, что материал сталь. Что значит материал сталь? Это все равно, что как зайти в бар и попросить у бармана налить тебе, сделать себе коктейль, а потом спросить, а из чего это коктейль? А барман тебе ответит, он из жидкостей. Что такое сталь? Сталь это сплав различных металлов и какое-то содержание углерода, допустим. То есть сказать сталь, это все равно, что сказать, что это коктейль из разных жидкостей, из разных напитков. Что это значит непонятно. Этот уголок сделан из алюминия. Алюминия, наверное, более упругие и гибкие, чем эта сталь. Я подозреваю все-таки, что это какая-то разновидность пружинной стали. Но тем не менее, за счет своей формы он обеспечивает гораздо большую жесткость как на кручение, так и на изгиб. Ну вот, в общем, вот получился у нас такой измеритель, который мне, наверное, поможет в моих разработках, изготовлении, практикипировании различных моих моделей. Вот так он примерно работает. Попробую показать его поближе, покрупнее. Вот здесь у нас стоят гайки, здесь прижимной винт, который сжимает уголок и фиксирует нашу фишку, не позволяя ей сдвигаться. Вот я закрутил, и она не двигается. Значит так, теперь проверим, может ли этот уголок развивать сверхзвуковую скорость. Проведем серию экспериментов. Установим такое расстояние между уголками и попробуем. Надеюсь, при этом ничего не разбить. Ну, похоже, сверхзвуковую скорость нам развить не удалось. Почему я пытался это сделать, развить сверхзвуковую скорость? Я прочёл статью, что большие травоядные динозавры, если они использовали свой хвост в качестве орудия, оружия для защиты от хищников или в конкуренции между собой, то кончик ихнего хвоста мог развивать сверхзвуковую скорость. Как видно, нам это пока не удалось с помощью нашего измерителя добиться. Не знаю, возможно, мы будем продолжать разработки в этом направлении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!